итак здравствуйте как почистить судака я вот тут поймал хочу вам показать я специально вывел в отдельное видео кому неприятно не смотрите потому что не все любят эти кишки кровь там так сначала надо его оглушить если лед гладкий можно обрет прямо стукнуть так потом снимаем чешую еще на рыбалке вы там почему потому что дома как не чистить все равно вот это вот чешуя разлетается во всей кухне и сейчас когда он только пойманный почистить его на порядок проще чем когда вы привезли его домой он подмерзнет у вас подвялиться да и мучиться будет пакете там лежать дрыгаться и потом я приезжаю с рыбалки уставшие обычно ложки я не беру потому что вот видите я провожу не вот по грудному поэтому по плавнику рядом потому что здесь если будешь резать то тяжело режется а рядом все отлично так это можно не разрезать разорвать так потом я вырезаю его тональное отверстие потому что когда кушаешь потом жареный он неприятный вкус имеет ну задница и кто там собирается заливной варить или там уху какую-то наваристую просто жабры достать с башки и тоже ее использовать я удаляю потому что место занимает много морозилки а есть там особо нечего там щеки эти только они жестко очень мясо так сполосну чтобы а дома уже потом проточной водой сполосну и каждого в отдельный пакет чтобы потом не размораживать но если семья большая можете там по несколько штук я обычно жарю дако самый съедаю его целиком то есть я филе снимаю с хребта со шкур из плавников варю уху ну как напиток филе жарю у меня видео и того и другого есть на канале кто-то не смотрит почему-то никто не смотрит только наверное все умеют посмотрите так может что новое увидите это вообще хорошая судачина если лед гладкий можно прямо его так трахнуть об лед он очень такой судак не стойкий это леща бывает вроде по башке ему треснешь и и почистишь голову отрежешь а он потом еще и дергается про карася я вообще тут по моему ну у них уже на на стадии рефлексов это все считаю я поэтому сильно на это внимание обращать не стоит то есть я видал рыбу с такими ранами то есть там с откушенным хвостом там с боком пропоротым на всю длину щучьими зубами она плавает и кормится и пофигу ей то есть она боль конечно чувствует но как-то по-другому не как млекопитающие можно сразу вырезать тогда достаются кишки легче голову просто вот откручиваю так потом отрывай кишки достаются я на лед не бросаю потому что нечего при приманивать лис ворон а так вот там во-первых может налимчик покушает но если даже нет то все равно это биоресурс там всякие бука рашки разводятся на этих кишках а этих бука рашек есть уже мелкая рыба мелкую рыбу из крупная рыба потому что мы все забираем у воды отдаем ей только канализацию ну и все сейчас пакет их положу спасибо за просмотр